Друзья, привет! Не просто так мы сегодня собрались, давайте опять поговорим по продаже автомобилей сейчас на нынешнем рынке, конец марта 2022 года, начало апреля 2022 года. Я понимаю, сейчас всем тяжело психологически, но давайте отвлекаться от проблем, пообщаемся, вспомним о рынке, вспомним, что когда-то мы покупали новые автомобили, поговорим сейчас, может быть какие-то есть положительные эмоции и может быть что-то изменилось в положительную сторону. Смотрите, серые дилеры обратили внимание, как часто и бывает, на соседние республики, которые входят в таможенный союз. Это республика Беларусь, Казахстан, в этот же таможенный союз ходят Армения и Киргизия. По республике Беларусь ограничения для россиян уже были введены в конце прошлого года, запретили продавать новые автомобили физическим лицам россиянам. Но это можно было сделать через граждан Беларуси, соответственно, купив сначала на них автомобиль, а потом переоформив, если у вас есть такие доверительные отношения. По Армении не скажу, я просто не знаю сейчас, какой там рынок при покупке новых и поддержанных автомобилей, возможно, действительно тоже будут там интересные варианты. А вот по республике Казахстан многие обратили внимание и многие сейчас именно двинулись покупать там новые автомобили в автосалонах, потому что у них они есть в наличии и нет таких накруток, как сейчас в России и таких завышенных цен. Соответственно, если вы спрашиваете, обращать ли на этот рынок сейчас внимание, да, почему бы нет, особенно если вы будете покупать новый автомобиль, официально везенный в Казахстан. С поддержанными автомобилями здесь есть определенный момент, что есть определенное количество автомобилей на этом рынке, которые находятся в угоне в Российской Федерации. Дело в том, что при появлении такого автомобиля в Казахстане, когда он был угнан у гражданина Российской Федерации, либо компании, и попадал в Казахстан, чаще всего местные суды принимают решения в пользу граждан Казахстана и признают их добросовестными покупателями. То есть, этот автомобиль находится в розыске в другой стране, внутри страны можно спокойно гражданину Казахстана передвигаться, продавать автомобиль. А вот возвращать и появляться на этом автомобиле на территории Российской Федерации уже будет опасно именно для нового владельца, потому что его изымут в пользу владельца, у которого был этот автомобиль угнан. Это, наверное, единственное предостережение, если вы будете обращать внимание на этот рынок. Просто проверяйте автомобиль, не находится ли он в розыске в Российской Федерации. Давайте по другому моменту поговорим, по покупке новых автомобилей. Я недавно смотрел ролик Миши Яковлева, по-моему, если не ошибаюсь. Он прошелся по официальным дилерам, в том числе и Lada, и посмотрел, сколько сейчас стоят у них автомобили. Там у них стоит Lada Granta, по-моему, 1.300.000, Niva 1.500.000 и Vesta, я не помню, но я видел у других. Я видел, рассылали другие люди. Ценники прайса на этот автомобиль Lada Vesta стоит, по-моему, 2.200.000. Давайте поговорим по BMW, так или иначе. Я знаком с ценами на этой автомобиле, интересовался покупкой автомобиля, как в прошлых годах, так и в нынешнем году. И имея определенное представление изменения цен на этот автомобиль. Возьмем за основу BMW X6. Например, на конец 2020 года этот автомобиль можно было купить в хорошей комплектации. Аналог лакшери, я не помню сейчас точно название, его можно было купить за 6 топ при прайсовой цене 6, кажется, 800. То есть, автомобили продавались со скидкой в конце 2020 года. В 2021 и начале 2022 года похожий автомобиль, даже не похожий, а более простой комплектации, стоил уже 8 миллионов. То есть, в хорошей комплектации нужно было еще добавить определенное количество сотни тысяч рублей. То есть, за 8 миллионов 800 вы могли приобрести неплохой вариант. Но тогда это считалось завышенная цена. Потом, сейчас, как мы знаем после известных событий, поставки BMW прекратились, производство в Калининграде BMW прекратилось. Вернее, не прекратилось, а остановились поставки, остановилось производство. И что мы имеем? Смотрите, я даже не ожидал, что сейчас будут какие-то цены в конфигураторе, потому что, как правило, они пропадают. Я залезал на сайт Mercedes, я вообще никаких цен не увидел. И если также вы зайдете на сайт BMW и посмотрите, автомобили в наличии, цен вы тоже не увидите. Автомобили в наличии, не сказать так уж и много, если мы будем рассматривать BMW X6. Хотя есть и есть. Мне предлагают разные варианты в разных салонах. Я сделал пару заявок, мне ответил... Автодом мне не перезвонил, но перезвонил Avilon. И назвал цены. У них, по-моему, две машины, два варианта они мне предложили. Я озвучу цен на эти автомобили позже. По Mercedes тоже есть машины в наличии. Как правило, остались с более сильными двигателями. Но их более простые варианты тоже попадаются. И тоже их можно купить. Цены я вам сейчас не назову, потому что цены на сайте не было. И мне не перезвонил официальный дилер по автомобилю, на который я ставил заявку. Кстати, это, по-моему, второй раз не перезвонил. Вот BMW, Mercedes Измайлова, это вот какой-то вот очень своеобразный дилер. Я у них был. Мы приезжали брать машину тест-драйв. Это просто было целое отдельное приключение. Я делал подборку по GLE купе и GLC купе. И выдало мне по всей России. Там 340 машин есть в наличии. Как я сказал, большинство, конечно, были с сильными двигателями. Тут получается менее популярные и более дорогие. Но все равно там, например, GLC 300 дизельные были в наличии. И, по-моему, GLC 300 бензиновые. Кажется, можно еще купить. Цены, не знаю. Не думаю, что интересные. А вот на сайте BMW я увидел конфигуратор. И увидел, что цены подорожали. Например, если... Не стоит удивляться. Если, например, X4 в начале февраля, в середине февраля, к 20 числам февраля стоил от 5 миллионов. Даже можно было получить небольшую скидку. Там мне предлагали уже... Нет, 5 с чем-то. За 5 уже точно отдавали. И кто-то, по-моему, даже за 4 800 уже предлагал. Без тридинов, без кредитов. Но, по-моему, я рассматривал, единственное, в лизинг. Вот я не помню. За наличию, по-моему, за эти же деньги отдавали. GLC купе был чуть подороже. 5 300 его оценивали. По-моему, самые такие низкие варианты. Единственное, что комплектация... Ну, в принципе, что X4 была неплохая, то и GLC купе были тоже неплохие комплектации. Сейчас X4 стоит от 7 миллионов рублей по конфигуратору. По конфигуратору, запомните. X6. Мы говорили все-таки об X6. А X6 по конфигуратору стоит от 11, по-моему, 10 с чем-то миллионов. Но я выбрал комплектацию M-Sport. M-Sport начинается по конфигуратору официально. Напоминаю, официально. 11 миллионов, по-моему, 100 тысяч. Машина по конфигуратору, это типа, вы можете сделать заказ на этот автомобиль. Я оставил заявку именно на такой автомобиль, чтобы мне перезвонил дилер и узнать стоимость машины из наличия. И как вы думаете, какую стоимость я услышал? Мне предложили два автомобиля. Один, который стоит у них на учете американской сборки, видимо, той комплектации, которую, как у нас, которую покупали за 6100, 18 с чем-то миллионов. Автомобиль без учета M-Sport, видимо, калининградской сборки. Это все дизельные версии 249 лошадиных сил, 21 миллион рублей. По конфигуратору 11100. И, конечно, вас цены от дилеров, они расстраивают, как и меня расстраивают. И я все думаю, а насколько логичность этих цен, то есть где правильно. То есть сначала я, мы все слышали нереальные цены, которые до сих пор держат дилеры. О том, что продают по отношению к началу 2022 года больше, чем в два раза цены подняли. Получается, чуть ли не в два с половиной раза. Они до сих пор цены эти держат и, получается, по звонку от дилера подтверждают эту информацию. Ну вот я вот думаю, а насколько это вообще, может быть, это нормальная цена, это действительно что-то какая-то странная цена там в конфигураторе, и она уже невозможна. Друзья, я решил узнать справедливость этой цены от дилеров 21 миллион рублей, либо 18 миллионов рублей за данную машину. И давайте сравним, ведь же свет на наших дилерах не сошелся, есть другие рынки. А что если гипотетически у меня получится привезти машину из другой страны? За основу я взял цены автомобиля в Германии, зашел на сайт BMW в Германии, bmv.d. BMW X6 начинается в Германии от суммы 82 700 евро. И подходящий, озвученный для сравнения автомобиль, BMW X6 в пакете M-Sport стоит в Германии 87 800 евро. Кстати, напишите, будут ли дополнительные налоги к этой цене, но возможно можно получить какую-то скидку. Не знаю, может быть сейчас тоже не дают скидки в Германии. Я посмотрел отношение рубля к евро, если бы я оплачивал, например, карты, если бы я, например, оформил карту МИР UnionPay и смог бы поехать с ней и оплатить ею в Германии. 87 800 евро я обнажаю на 117. Понятно, что курс ниже, но сейчас довольно большой диапазон между покупкой и продажей. И у меня выходит сумма в 10 272 600 рублей. Это стоимость машины в рублях в Германии. Но что-то похожее с 11 с чем-то. Но этот автомобиль, естественно, просто так мы не сможем завести. В России его придется растаможить. Давайте посчитаем, сколько на сегодняшний день, на 27 марта, будет стоить растаможить этот автомобиль. До 3 лет я выбираю физическое лицо. Дизельный. Мощность у него, по-моему, 268 лошадиных сил. Или, по-моему, он, сейчас посмотрю, он же сейчас идет в Германии. Не просто 3D, а 3D с этим дополнительным пакетом. С 40-й системой и специальным генератором. Какая у него мощность? 286 лошадиных сил у него сейчас идет в оригинале. Потому что он у нас идет с системой Milte Hybrid Technology. 8 киловатт. 11 лошадиных сил добавляется. Ну, кстати, я не знаю, как он будет. Будет ли в расчетах в ПТС это дополнительный 11 лошадиных сил, либо нет. Давайте по полной посчитаем. 286 лошадиных сил. Соответственно, будет рассчитываться по современному курсу. Но мы знаем, вроде бы, должна быть фиксация курса при таможенном оформлении. Какой будет курс, непонятно. 4 700 будет у нас таможня. Плюс сбор 27 тысяч. Плюс утилизационный сбор 3400 рублей. Но здесь нет в расчетах еще, по-моему, до установки ГЛОНАСС. Ладно, мы добавляем. 4 700. 67. 379. Сейчас посчитаем, сколько будет машина стоить без ГЛОНАСС. Выходит она в 15 миллионов рублей. Это машина, которая неофициально продавалась. Соответственно, через вот эти вот системы. Что покупаешь в одной стране, опять платишь, растамаживаешь в другой стране. Естественно, если завод-производитель делает все напрямую, у него выходит дешевле. Плюс у нас в России есть калининградская сборка, правда, которая остановлена. И мы видим, что ни 21 миллион, ни 18 вообще несправедливы сейчас для этой машины. Естественно, эту машину еще нужно как-то пригнать, оплатить автовоз либо своим способом. Через Польшу, наверное, вряд ли вы повезете, являясь гражданином Российской Федерации. А вот через Финляндию, через паром вполне, наверное, возможно привезти этот автомобиль в Россию. Но это гипотетически, потому что, естественно, никакой маршрут и возможность привоза сейчас в наших условиях современных я не узнавал. Вот такая ситуация происходит с новыми автомобилями. Я просто, для примера, разобрал BMW X6. Попробовал определить справедливость его цены. И вообще, куда в дальнейшем будет идти стоимость этих автомобилей, рынок этих автомобилей. И мы видим, что если вот дилеры, вот с такими ценами, которые я озвучил, 21 миллионов, либо вам повезло, вы можете за 18 купить. При таких дилерах будет расцветать бизнес серых дилеров. Которые разными возможностями будут пробовать привозить либо из ближайших государств, по возможности из государств таможенного союза, либо, соответственно, из других государств таможить официально и продавать автомобили новые. Единственное, конечно, открытым остается вопрос гарантии. Но, вы знаете, например, для жителей Санкт-Петербурга при наличии визы, это не будет смущать, они просто будут ездить делать техническое обслуживание в Финляндию. Кстати, так многие поступают даже с официальными машинами, купленными в России. Конечно, рынок формирует спрос и предложения, мы это все понимаем, что если есть спрос, будут покупать и за эти деньги. Не будет спроса, соответственно, дилеры будут уменьшать стоимость. Мы увидели определенные цены, как мы увидели, что в конфигураторе цены изменились по отношению к началу февраля. Скорее всего, вот эти цены пока останутся в конфигураторе до появления товарных новых автомобилей, до возобновления производства, если оно возобновится. Мы надеемся лучше, что оно возобновится. И как мы понимаем, что вот эти цены, они уже вниз вряд ли пойдут. Скорее всего, эти цены зафиксируются, о чем говорят, кстати, дилеры. Естественно, они все говорят и пугают, что нет никаких цен. Вот 21 миллион, все, никогда дешевле BMX 6 не будет. Мы посчитали, что он реально сейчас уже стоит дешевле, и он будет дешевле. Но мы видим ситуацию, что вот сейчас зафиксировали стоимость, что X6 там 11 с чем-то миллионов. И, соответственно, вот эта цена, на которую стоит ориентироваться, и ниже которой, скорее всего, не будет, если вы занимаетесь продажей, например, поддержанной автомобиле. Про цену соотношения в зависимости от пробега и года вы можете также посчитать честную цену на ваш автомобиль. И единственное, что мы опять вспомним о спросе и предложении об законе. И, соответственно, я могу вам сказать, что может также сложить ситуация. Если поставки появятся, но не будет спроса, то цена розничная, рекомендую розничная, скорее всего, не изменится. Но могут появиться скидки. Мы про них также не забываем, что в нормальной жизни, в нормальном рынке всегда BMW, например, предоставляли хорошие скидки. Мы все вот эти X6, X3, которые покупали и вот с друзьями покупали, всегда давали очень довольно-таки хорошие скидки. И я думаю, что если курс рубля будет укрепляться, то, скорее, может быть, возможно, рекомендованную розничную цену не перепишут, но будет давать неплохие скидки, если опять появится машина. Будем надеяться на лучшее. До новых встреч, друзья!